друзья приветствую вас это обзор криптовалюты давайте рассмотрим что сейчас на крипто валютном рынке происходит и какие цели и куда сейчас все это скорее всего пойдет так начнем с пары биткойн доллар сша что здесь происходит по факту мартовского кризиса ликвидности в апреле полностью восстановились единственно только пока это не подтверждается объемом торгов сейчас намечается дальнейший рост несмотря на это тут как бы есть все основания отбития от сильного уровня бычье поглощение и вполне как бы отсюда может состояться движение цель которого будет 11 тысяч 270 по месячному таймфрейму что касается недельки сейчас вот этот рост он должен отработать цель которая находится на 9870 по факту отработки этой цели здесь будет либо проторговка и накопления и если состоится набор позиций или сразу цель будет пробита на растущем объеме то последующий цель движения находится в районе 11 1240 вот если уже эта цель будет на объеме пробита или по факту проторговки движения продолжится то дальше можно говорить о том что следующие цели будут 13 900 и потом 15000 сейчас конечно это звучит несколько фантастически и вполне как бы мы с вами в марте убедились какие могут быть провальные движения но надо иметь ввиду что провальные движения это были не по одной криптовалюте все сыпалась к черту как карточный домик и мы просто с вами убедились лишний раз о том как современный мир завязан на долларовой ликвидности по сути сейчас долларовая ликвидность это все если ее не хватает то ее будут вытягивать отовсюду в том числе и и скрипты и надо держать это в виду что если опять возникает проблема с платежами нехватка долларов то будут продавать в том числе и крипту и золото и все что угодно и привлеченные деньги полученные деньги от продажи будут использовать для закрытия имеющихся брешей там покрытие маржин колов расплаты по долгам и так далее и тому подобное такая ситуация может повториться не только по крипте надо держать это в голове конечно фрс я думаю все-таки здравый смысл проявит и сделает все возможное для того чтобы подобного сценария не было но надо полагать что наверное в прошлый раз вот это движение она была не рукотворным я надеюсь то здесь как бы просто система она вовремя не сработала во всяком случае так официально заявляется и преподносится а если это так то собственно говоря другие такие сбои они вполне могут быть сейчас это не предусмотрели потом это как бы все это говорит о том что система находится в напряжении и возможно такие резкие задерги не только по крипте по другим активам тоже но в целом сейчас после вот этого шика сформировался достаточно устойчивый растущий тренд ближайшая цель движения наиболее вероятно это сюда 9 800 а дальше уже будем смотреть удержится не удержится если удержится то дальше вверх если здесь на пойдет снижение объема или сразу начнет рисовать разворотной информации то в этом случае вернемся цель движения будет 7 307 тысяч вот сюда вот в этот диапазон опять же цель это по недельному таймфрейму так но что касается дневного таймфрейма смотрите здесь у нас вот этот рост была попытка разворота вчера сегодня есть все основания полагать что это попытка разворота она превратится в консолидацию и проторговку перед дальнейшим движением вверх данный сценарий может быть отменен только в том случае если мы увидим сегодня пробой на объеме 8450 8430 в этой ситуации скорее всего это движение но она либо вообще как бы аннулируется что вероятность имеет не очень большую более вероятно в этой ситуации возврат в диапазон проторговки 7700 7050 вот сюда вот в этот диапазон пока как бы исходя из дневного таймфрейма и недельного более вероятно продолжение роста что касается часового таймфрейма смотрите но здесь формирование идет такого-то круга круглой формации сейчас должен добить цель 9300 как только 9300 будет добита здесь либо пойдет рост объемов и проторговка перед дальнейшим рывком или же мы увидим сразу снижение объема и откат вот случае снижения объема и отката цель движения будет возврат диапазон 8850 8650 если все таки вот этот откат произойдет и не пойдет дальнейшее движение на пробой 8400 то здесь мы увидим после проторговки дальнейшее движение вверх потому что формация роста здесь еще не завершилась и вероятность того что мы увидим дальнейшее движение наверх достаточно высока но надо помнить о стопах и о том что процесс это вероятностной если рассматривается движение возможны сценарии и мы с вами можем только скажем так прикидывать куда это пойдет и ориентироваться на уровне и соответствующие цели которые достигаются в случае движения вверх либо вниз но здесь нельзя однозначно сказать что вот там он вырастет на 50000 можно только однозначно сказать что он может упасть до нуля когда-то рано или поздно это произойдет вот но исходя из моего понимания наверное его падение до нуля произойдет не скоро так же как те люди которые утверждают что он вырастет до миллиона но гипотетически такая ситуация возможна но я думаю все таки не будет такого колоссального роста его не будет по одной простой причине сейчас как бы очень много различных крипто активов идет постоянно диверсификация переход из одного в другой если бы это действительно был один уникальный инструмент то тогда можно было говорить о том что он вырастет до миллиона и до миллиарда и так далее но поскольку их кучей они постоянно зарождаются новые между ними есть очень высокая конкуренция то я думаю что в лучшем случае это повторение хаев которые были в семнадцатом восемнадцатом году но может быть не знаю там 40 50 тысяч может быть его и догонят в моменте но по поводу там какого-то фантастического феерического роста там 500 тысяч миллион миллиард я думаю вероятность такая но она конечно всегда есть но она крайне низкая по той простой причине что полно других крипто активов если пойдет спрос на биткойн автоматически начнут подниматься другие альткоины но как минимум еще их три даже четыре это эфириум это bitcoin кэш это ripple и это лайткойн то есть но если такой то есть цена может расти в том случае если будет расти спрос если будет расти спрос почему он будет расти на биткойн полно других монет и соответственно будет перетекание просто другие монеты вот и все поэтому там говорить о том что он 100 миллионов там миллион там или сто тысяч или 500 будет стоить я думаю это крайне маловероятность сценарий вот движение в каком-то диапазоне в том числе достижение перри хая там и какой-то еще поднятие она вполне может состояться так ну и здесь у нас что получается у нас получается что текущая картина я думаю насчетки в большей степени ориентирована на рост надо посмотреть вот 9 300 когда он дойдет а я думаю вероятность наибольшее достижение 99 300 здесь уже будет видно какова динамика процесса и пойдет ли следующее движение на отработку более высокой цели так друзья далее эфириум эфириум долларах сша тоже здесь рост цель движения по эфириума 250 253 понеделька и если здесь закрепляется то далее штурм 370 370 и следующая цель 450 вот я думаю как раз у эфириума в плане роста очень хорошие перспективы потому что функционал данной валюты он шире чем у биткойна это раз и во вторых все таки она из всех остальных криптовалют скажем так наиболее капитализированная наиболее известная и к ней наибольшее доверие ну разве что больше доверие вызывает биткойн поэтому с моей точки зрения вот эта валюта она достаточно интересно итак понеделька у нас формируется движение на 250 253 случае закрепления продолжение роста 370 470 470 и потом движение на 585 если здесь сейчас будет пробой диапазона 175 165 то пойдет возврат на 130 330 если мы переходим в дневному таймфрейм это что мы здесь имеем сейчас у нас идет рост этот рост перешел в проторговку который в диапазоне 201 220 и в том случае если мы увидим движение вниз с пробоем 190 189 то вот этот рост скорее всего будет сломлен и в этой ситуации увидим поэтапное движение первая цель на которой все может быть остановлено это 159 вот сюда далее если не удерживается и пробивает 147 то пойдет возврат вот в этот диапазон который находится 134 110 сейчас более вероятно того что по факту вот этой проторговки все-таки движение наверх продолжится потому что масса незакрытых целей в частности если ориентироваться на дневной таймфрейм первая цель движения это 250 три с половиной вот сюда вот тестирование двойной вершины и далее закрытие цели 264 тестирование 290 и потом 300 это исходя из дневного таймфрейма так если мы рассматриваем часовик здесь у нас очень интересная картина выходит с одной стороны видите здесь тройное дно были перевернутые голова и плечи так называемая цель движения по этой фигуре которая с очень высокой степенью вероятности может быть сейчас реализовано это закрытие цели которые на 224 225 с одной стороны здесь возникает вопрос потому что все таки она находится не в самом низу то есть ну можно подумать что она здесь не будет реализована но здесь есть определенная комбинация объемов покупки и продажи и движения на определенных уровнях которые указывают на то что эта модель очень вероятно будет реализована с движением на 224 225 отсюда в принципе возможен корректирующий откат здесь вот прямо цели куда ему корректироваться первые 213 потом цель которая 210 209 но вот это корректирующие движение пока не будет на объеме пробита 204 203 она все равно приведет тому что пойдет восстановление роста и будет отработана цель которой 224 205 если здесь все-таки произойдет пробитие 204 203 на объеме то пойдет слом вот этого растущего движения и произойдет возврат вот в это накопление которое находится в диапазоне 198 193 вот сюда пока большая вероятность того что отсюда мы увидим отработку цели 225 это может произойти либо напрямую сразу чик и стрельнет сюда или же будет какой-то откат и по факту про торговки в этом диапазоне будет возврат сначала на 213 и потом отсюда стрел 225 более высокие цели на больших таймфреймах мы сейчас с вами рассмотрели теперь давайте посмотрим другие наиболее распространенные криптовалюты давайте посмотрим лапку лайткоин по лайткоину здесь тоже у нас сформировалась как по битков и по эфиру движение вверх после удара на ликвидности провале первая цель у нас это конечно же 59 вот сюда вот и далее по факту закрепления будет отработка цели которая находится на 76 если сейчас все-таки будет пробой на объеме 38 39 то вот это движение скорее всего сломается и перейдет в проторговку который будет происходить в диапазоне 36 31 вот здесь вот сейчас на текущий момент все-таки большая вероятность того что мы увидим реализацию роста дневной таймфрейм указывает что происходящий рост трансформировался в проторговку вот в этом диапазоне и соответственно это проторговка она приведет к движению на 62 и следующая цель движения на 75 в том случае если это движение не состоится тут будет тогда пробой удар 43 и по факту пробитие 43 40 диапазона скорее всего мы увидим откат и переход консолидационный диапазон 3833 вот сюда пока как бы текущее движение указывает на то что скорее всего будет рост хотел было вчера попытка разворота но на текущий момент все-таки это попытка разворота она перешла в проторговку и набор позиции здесь может быть еще короткий зайдет на сорок четыре с половиной но ничего страшного в этом не будет есть здесь определенный уровень ответственно может просто для того чтобы заправиться на этот уровень сходить так часовой таймфрейм указывает на то что мы здесь находимся в проторговки но в рамках вот этого небольшого локального растущего тренда идет попытка его разворота в том случае если не будет пробитие на объеме 47 то вот эта попытка разворота она в общем то будет частью проторговки и все равно конечный выход из этой проторговки будет находиться на 50 50 с половиной вот сюда вот в этот диапазон если все-таки это проторговка будет сломлены будет пробить и это будет не очень хорошо но не критично цель движения в этой ситуации будет на 46 и 7 далее если не будет пробития на объеме 45 с половиной то вот это все движение которое возникнет вниз она будет скорее всего выкуплена пойдет возврат вот в эту проторговку и дальнейшая отработка цели которые на 50 с половиной это что касается лайткой на так далее ripple но ripple здесь в общем-то классика жанра отскок в марте после падения как и другие криптовалюты ближайшая цель движения которая должна быть закрыта это 28034 сейчас на пути к ней далее если здесь произойдет закрепление то следующая цель для движения это 40 829 и потом здесь есть более глобальная цель который 8 4333 крипу периодически возникает интерес взвинченные на основании того что его могут использовать там банки в качестве системы расчетов и сейчас кстати уже по моему это использование идет на определенных этапах потому что вообще как бы по сути это некий суррогат криптовалют созданный банками по согласованию друг с другом так ну по недельке здесь более вероятен рост если все-таки рост не состоится по у нас будет пробой в этой ситуации уровня 17 140 на целых 17 140 и вот пробой данного значения приведет к реализации двойного дна на 0 целых 11 400 судя по дневному таймфрейму здесь идет попытка разворота это попытка разворота она может не реализоваться то есть может сейчас быть переход в проторговку в консолидацию если на сегодня мы не увидим пробитие 20 800 вот если такого пробития не будет то вот это свеча которая попыталась все испортить она все это трансформирует в консолидацию проторговку и отсюда по факту пробития верхней границы 23 460 последует движение для закрытия цели 27 461 и потом движение на 31 397 в том случае если все-таки пробиваем вот эту нижнюю границу пойдет отработка цели 019 524 и потом отработка цели 018 685 если не будет пробития на объеме 017 330 017 136 то вот это движение вниз будет выкуплено и пойдет отскок целью дальнейшего роста до обозначенных целей верху так если мы с вами рассматриваем часовой таймфрейм то у нас здесь идет попытка разворота вот эта попытка разворота и движение вниз может завершиться по факту отработки цели 21 922 если здесь возникает проторговка который не пробивает 21 760 то здесь будет набор позиций и последующий рост рост целью движения 23 347 если за счетки пробития вот это произойдет это будет неприятно но это будет не смертельно в этом случае цель движения будет возвратов в эту проторговку 21 331 здесь возможно нахождение колебания до того момента пока не будет пробита 20 810 на объеме вот это движение проторговка в данном диапазоне все равно скорее всего приведет к возврату сначала сюда и потом отработка цели которой на 23 405 так резюмируя по рипло сейчас разворотная формация если она здесь будет заторможена и отбита то мы увидим дальнейшее продолжение движения и закрытие 23 370 если здесь не произойдет отражение и фиксация то следующая цель где это может произойти в районе 21 331 вот и соответственно отсюда тоже возможно движение потому что вот эта цель она скорее всего будет закрыта в ближайшее время по определенным причинам вот и поэтому я думаю здесь все-таки больше вероятность движения вверх но про стопы тоже надо помнить всегда есть риски которые иногда раскрываются все друзья спасибо за внимание всего наилучшего